Просто развлекаются реально, посмотрите на них Собачка! В моей жизни такого еще никогда не было на канале, тем более Юмичу в собачьем детском саду Метро вот с хомячками, например Мне кажется, Юми как раз этот костюм динозавра Мексиканская женщина Вот так вот классно, еще солнечные очочки Собачье мороженое Мороженого с черникой на ужин Доброе утро! Я Яни Мэджик, со мной мои питомцы И сегодня будет одна из ваших самых любимых рубрик Наш день, где мы вместе с вами проживаем наш день От начала до конца и показываем все, что мы делаем Я знаю, что вы очень любите эту рубрику И поэтому давайте на этом видео наберем 50 тысяч лайков И следующее такое видео выйдет как можно скорее Все зависит от вас, ребята Поддерживайте нас, и мы идем к 3 миллионам подписчиков Осталось совсем немножко Нам нужна ваша помощь Подписывайтесь на канал Ну и первым делом, конечно же, что мы делаем с утра все И вы тоже наверняка идем завтракать Заправляем кровать Да, Покемон? Потом переодеваемся, конечно же Юмичу переодеваться не нужно Шубу надел один раз в жизни, и все, да? Да, Покемон? Да, Покемон? У меня супер полезный завтрак Напишите, кстати, в комментариях, что вы едите на завтрак У меня вот авокадо, яичко, сырочек, овощи Тем более я всегда читаю ваши комментарии Не только ставлю на них сердечки и отвечаю Но они еще и в видео попадают В общем, мы за зор Пока мы с Юмичу собираемся Киса, Алиса и Софи потопали гулять Алиса очень любит гулять Постоянно просится на улицу Даже зимой Иногда просто сидит на крыльце и выслеживает мышей Она даже зимой приносит мышей Я не знаю, может, все кошки так делают Напишите, ваши кошки ловят мышей Круглый год Софишка наша смешная вот бежит в туалет с игрухой в зубах Она сначала ее перед туалетом положила такая на землю А потом все равно забрала Конечно, вдруг кто игрушку украдет Пока она будет свои дела в туалете делать Так смешно она бегает в снегу с этой игрушкой и играет У нее такая любимая ее розовенькая косточка Прям вообще Вот сейчас она уже хочет домой И садится такая у двери И сидит вместе с этой игрушкой И ждет, когда ее уже запустят-то наконец-то Алиска вообще не менее смешная Она как партизан следит за всем со стороны из-за угла И так она тоже очень клево бесится со снегом и играет А потом еще начинает играть в прятки Она ждет, когда ее догонят и найдут Прячется такая И смешно, если ее не искать вообще, а игнорировать Она сама такая выглядывает и возвращается Ну типа не поиграли с ней Короче, пока мы собираемся Софи вместе с Кис и Алисой просто развлекаются реально Посмотрите на них Я чищу зубы сначала вот таким вот ирригатором А потом электрической зубной щеткой Вы сейчас захотите узнать, что это у меня на руках Это рукава, которую я купила специально от солнца, от жары Пока мы в отпуске, чтобы не слишком загорать Потому что солнце адское А еще я купила себе вот такую вот кепочку С вот такими ушками А здесь у нее ананасики спереди Я знаю, что она выглядит детской Она из японского магазина Но я не смогла удержаться Еще вот здесь надпись Сегодня мы с покемоном Юмичу собираемся гулять Просыпайся, Юми уже, подъем! Мы обязательно берем на прогулку Вот такой рюкзак, который я надеваю потом Если что-либо на спину, либо на перед Если Юми устает, она сидит Вот здесь у нее голова Обязательно с собой берем вот такой мешочек покемона А в нем у нас мешочки для кака Возьмем мячик, если что, поиграем с Юмичу Также поводок обязательно Поилка с водой И на всякий случай мы берем полотенечко А случаи у нас очень разные бывают Оно вот в таком-то чехольчике покемона Да, Юмичу? Залазь! Вот так! Молодец! Здесь есть удобная затяжка, которая как бы не дает собаке выпрыгнуть Но если ее растянуть, то таким образом можно не открывать рюкзак А просто собака выходит сама Пошли, Юми! Давай! Пешочка! Молодец! Первым делом мы с покемоном Юмичу Сейчас отправляемся на собачью площадку Чтобы сходить по своим делам Собака в жилеточке в такой А ребята с переноской на спине Видимо, в определенный момент она тоже устает Как Юмичу и такую большую собачку садят Большую переносочку Ребята, если видите каких-то собак, пишите породы Если вы знаете, кто это Мне кажется, это настоящий доберман Люблю тебя до костей Но самая жесть это то, что у него на коленках собачка Да, кстати, отпуск глазами собаки Смотрите на канале Magic Pets Мы дошли до парка, в котором наша собачья площадка Мы еще на ней ни разу не были Надеюсь, там будут тренажеры И мы сможем с Юми позаниматься Собачья площадка Здесь вы можете гулять со своими собаками Она достаточно большая Посмотрим Мы следующие после вот этого вот песика Территория собачьей площадки огорожена В нее заходят через калиточку Здесь написано Peros de Taya Grande То есть это часть для прогулок с большими собаками А это Peros de Taya Pequenia То есть с маленькими собаками И вот здесь, видимо, надо так определить примерно рост своей собаки Чтобы определиться, куда из этой зоны нам выходить Я надеюсь, здесь нет слишком агрессивных собак Нас никто не сожрет И мы нормально погуляем Меряем покемона Она у нас ниже 30 сантиметров Так что нам на правую мечу Я обратила внимание на самое главное отличие наших собачьих площадок От их площадок Это то, что да, территория действительно большая Но нет никаких тренажеров То есть у нас много очень тренажеров всяких для собак То есть можно только играть с собакой И вот просто такая вот большая территория Я смотрю, что в зоне для маленьких собак Очень многие отпускают своих собак с поводков И просто садятся на лапки Поэтому мы, наверное, тоже отпустим и мечу Вроде как никого бешеного тут нет И посмотрим, как она будет реагировать на такую вот прогулку На собачьей территории В моей жизни такого еще никогда не было на канале Тем более это наш просто эпик-супер-первый опыт Юмичу в собачьем детском саду Что происходит? Очень много разных собак Разных пород Мопс Какой-то, мне кажется, беспородный щенок Какие-то пузелечки Или как это порода называется? Напомните мне Воу-воу Кто это? А это же австралийский кэтл-дог Ну что, попробуем Юмичу покидать мячик Надеюсь, его никто у нее не отберет Принеси Юми Да Все, мячика нет Мне кажется, этот парень нас преследует И хочет отобрать опять твой мячик Юмичу, принеси Принеси Молодец Кто не успел, тот опоздал Принеси Ай, молодец А сейчас еще дальше кину Тебе надо было купить все-таки в том зоомагазине кидалку для мячей Чтобы каждый раз мне не брать в руки слюнявый мяч И ты должна его опередить, поняла? Раз, два, три Неси Юмичу Я кинула уже Лови Давай Молодец Ай, молодец Дай, дай, дай Неси Пока Чувака увели Неси, неси Юми, нет Принеси мяч Молодец Мне кажется, Юмичу начинает осваиваться уже И даже готова играть с кем-нибудь Да? По-моему, да По-моему Давай, говорит, играй со мной Ну что? Ты хочешь поиграть с Юмичу или нет? Посмотри Юми, мне кажется, они не очень хотят с тобой играть Ты для них не местная Они не понимают тебя Софишка тоже в это время занимается командой Апорт И приносит свою косточку по команде Она эту команду очень хорошо знает И очень любит ее играть А еще тренируется искать То есть Софишке же уже много лет И чтобы мозг ее работал Вообще, мозг любой собаки Нужно с ней постоянно заниматься То есть заставлять ее искать Сделайте вид, что кидайте Или прячьте куда-то игрушку И пусть собака ищет Это очень ее разбивает Софишка наша бабулечка такая По снегу бегает Не понимает, где ее косточка Куда ее кинули И пытается ее найти Просто посмотрите на Алису Она реально играет в какую-то игру Свою собственную Слежка Она такая Я тайный агент Меня не видно И типа ее не заметили А это щенок Какого-то, мне кажется Стафа Посмотрите, какой красавец А это, мне кажется Бордер Коли Здесь должны были быть пакетики Чтобы убирать какашечки Вот туда Мне кажется Юмичу нашла себе друга Нет? Не хотят с тобой дружить? Не говорят на твоем языке, да? Покемон? Юмичу здесь, по-моему Самая-самая маленькая собачка На удивление Вот так еще можно носить свою собаку Просто несешь ее вот так вот Как в сумку Новый гость на площадке Связы, все бегут его обнюхивать Он отрыкивается от всех На самом деле Очень классный способ социализации Для собак То есть приходить сюда С щенками маленькими Чтобы они общались С таким большим количеством собак Мне кажется Это очень круто Ну и в принципе Это полезно не только для маленьких собак Но и для любых Общаться С разными собаками Так интересно поведение Юмичу С кем-то она прям играет А кто-то ей не интересен То есть вот просто Игнор и все Очень большой минус этого места В том, что здесь очень пыльно От вот этих камушков От этого песочка Поднимается пыль Который попадает в нос В рот И собакам, и людям Теперь мы не самые маленькие На площадке Посмотрите, кто пришел Просто какие-то Какие-то просто Игрушки Покемон Нет Не лежи меня После всего И того, что здесь было Прикол для мексиканских хозяев Я думаю в том Чтобы прийти на какую-то территорию Сесть на скамейку Есть пороженное Отпустить собаку И пусть она занимается Своими делами А не ходить с ней На поводке Гулять На территории больших песелей Происходит серьезная Мексиканская дрессировка Ребята Вау Сейчас Юми Чу Впервые в жизни Окажется в Мексиканском метрополитене Бумажный билетик За 50 песо Смотрите, в метро Есть отдельные вагоны Для женщин и детей Ходят вот такие Дядечки полицейские Которые не дают людям Подходить близко к поезду С собаками, видимо, в метро Можно, потому что Мне никто ничего не сказал Юми немножко нервничает Окей Все-таки ко мне подошел Дядя полицейский И сказал, что Собаку нужно посадить В рюкзак хотя бы А не вот так вот ее вести А люди некоторые Путешествуют в метро Вот с хомячками, например Меня спросили Девочка это или мальчик Пока мы едем в метро Киса Алиса Тут, как всегда, мучает цветок Она постоянно так проказничает Грызет дома цветы Причем, если вы думаете Что ей не хватает травы Нет, это не так Я ей покупаю траву для кошек И вот она не особо ее ест А папа костить и погрызть цветы любит То ли она так внимание привлекает Не знаю У вас кошки так же делают А Софи все не расстается со своей косточкой Про характеры собак Вот что они разные Реально Софи, например, сходит с ума От игрушек Именно пищалок Эйвен любил мячики Миша грызла какие-то твердые предметы Юмичу вообще любит больше играть с живыми собаками А не с игрушками Как это работает, я не понимаю Вот так вот мы с Юмичу проехались в метро Да? Мистер Маскотос Это машина, а это магазин Точнее ветеринарная клиника Маскотос переводится как питомцы с испанского Вы понимаете, что это, да? Это форма мексиканской команды по футболу Только это одежда для собак Типа если ты фанат То и твоя собака тоже может играть в этот мяч И ходить в такой одежде Полностью прозрачный рюкзачок Юмичу, ты не хочешь такой рюкзачок тебе? Кто догадается, что это такое? Тому я просто готова привет передать в телеграме или где-то Я уже знаю, что это Я уже видела это И скоро я скажу ответ О боже, игрушка для кошки в виде лампочки Это милота Сейчас в Мексике зима И поэтому продают очень много теплой одежды для животных Посмотрите Мне кажется, Юми как раз этот костюм динозавра Как тебе покемон? И желтый цвет, твой любимый Такой хвост у тебя будет торчать Цена этого костюма 499 песо Покемон, ты в шоке, да? Понимаю тебя Костюмы для собак в виде национальных мексиканских костюмов Это вот здесь продают такие свитера для людей Такие вот свитерочки с кармашками, с капюшончиками Разные вышивки продают здесь для людей А это для собак Это прикол Мексиканская национальная одежда для собак Здесь столько собак и столько всего для собак Что, мне кажется, можно каждый день снимать эпик-влог какой-нибудь или наш день Ставьте лайк, если вы хотели бы неделю влогов У Софишки обеденный отдых Она залезла в свой домик и грызет вкусняшку Я вкусняшки вообще редко даю собакам Но иногда полакомиться можно Реально у собак у всех разный характер Вот София, она с детства любит всякие домики Не лежанки открытые, а именно домики То есть ей хочется куда-то забраться, спрятаться Так как бы, чтобы крыша была Вот напишите в комментариях, как ваш питомец относится к своему месту То есть вот он любит наоборот Открытое или что-то закрытое, прячется Вот у меня, например, киса Алиса Она любит больше открытые пространства То есть вроде кошки должны как-то прятаться куда-то наоборот Пока они отдыхают, мы тут такое нашли Боже, это гик-стор Магазин для гиков Посмотрите, что я вижу Это совсем не формат наших видео Но я должна зайти и посмотреть, что здесь продается Потому что это капец Этот похож на нашего Ивасика Олененочек Козленочек Ривен Покемоны Всякие прикольные газировки Вы только посмотрите на это Какая милота Гигантская стена игрушек Фанко Марвел Всякие разные диснеевские персонажи Матрица А еще тут есть коллекция BTS Очень много звездных войн Юмичо Не хочешь такой рюзачок себе какой-нибудь? Тут даже есть игрушки из разных аниме Рик и Морти Скейтборд зомби Барт Симпсон Фломастеры Гарри Поттера Мне нужно сейчас успокоиться и просто выйти отсюда Мы зашли в какое-то кафе Просто по пути Так как все кафе pet-френдли Собаке можно даже вот так вот со мной сидеть Потому что, наверное, большинство из них на улице Везде рядом с ресторанами стоят миски Где собакам можно попить водички Короче, мне никто ничего не говорит Так что все окей Традиционное блюдо Мексики Это, конечно же, тако Но у меня не совсем стандартный тако Попросила тако без лука И вообще без ничего То есть здесь просто лепешка с мясом Ну, Мечо, это тебе нельзя такое Нет, это лайм Ты не будешь такой Я положу разные соусы Этот, скорее всего, очень острый Сейчас мне нужно все это вот так вот завернуть В такую штуку и откусить Такосы не всегда удобно есть Это очень вкусно Очень остро Очень остро Но очень вкусно А также я заказала суп Называется суп от стеков От стеки это индейцы местные Это что-то томатное И в этом просто плавают начосы с сыром Вообще здесь очень много едят тесто Тесто везде Начос везде Лепешки везде Стоит 400 рублей Это не самая дешевая цена Помните видео про то, как мы пробуем тюмичу сладости для собак? Так вот, пожалуйста, заходишь в зоомагазин Галеты Кто еще не посмотрел наше видео Где мы провели несколько дней просто в зоомагазине Чтобы снять вам огромный обзор Обязательно его посмотрите, если вы не видели Потому что вам могло не прийти уведомление Очень многие жаловались, что просто не получают никаких уведомлений с канала Обязательно проверяйте колокольчик, как у вас стоит Мы сегодня вам показывали футбольную форму Болеющих за мексиканскую команду А здесь вот другие Мы обнаружили очень прикольную тему Которую я еще нигде не здесь в зоомагазинах не встречала Я должна вам это показать У нас точно такого нет, ну если только в интернете Как вы думаете, что это такое? Что это? Оно раскладывается, есть три режима Вы видите эту руку с вкусняшкой и вот этот ковер Короче, прикол в том, что эта штука стимулирует собак искать И чувствовать запахи, улучшает их обоняние И фишка в том, что ты берешь вкусняшки И запихиваешь в этот Snuffle Mat А собака, соответственно, должна искать вкусняшку Это ее задача, это типа развивающие игрушки Холодильник с собачьими вкусняшками И тут есть собачье мороженое Посмотрите, в каком количестве Просто любое, с чем хочется В общем, мы с Юмичу купили мороженого с черникой на ужин Ну, побаловать себя десертиком, почему нет? Тебе великовата, да, эта мексиканская шляпа? Зато ты как настоящая мексиканская женщина Но почему-то нет дырочек вот здесь вот для ушей То есть сзади вот как у настоящей бейсболки прям сделано А дырочек для ушей нет Юмичу, ну тебе классно, тебе идет больше, чем шляпа Вот так вот классно, еще солнечные очочки Для киса Алисы в зоомагазине намного меньше всего, чем для песиков Потому что, как я уже говорила где-то В Мексике реально не любят кошек Собак очень, а вот кошек нет Кошка для них какое-то такое странное существо Связанное с миром мертвых и так далее Короче, хорошо, что у нас кошек любят И для них продают все, что угодно Пока Софи там ходит, бродит Посмотрите, что этот наш маленький котомонстр делает Вот из тоннеля она выпрыгивать не хочет на игрушку Она за ним прячется и потом нападает Все, ты сама будешь свои пакетики с какашками носить Все, у Юми есть рюкзак, она сама носит свои пакеты А здесь есть еще рюкзак вот такой гламурный с фламинго А есть прям мексикан стайл, посмотрите Вот платьишко, такой рюкзак, мексиканская шляпа Коляска для собак, чтобы собака не уставала ходить пешком 4 тысячи песок Эти странные поилки в зоомагазине, которые продаются с цветочками Это поилки и кормилки для птиц Собак просто немеренно Мы идем вдоль парка, раз собака Просто два собака Ты вот так вот идешь по улице и просто собака за собакой Чихуашечки, чивова Юми, что нашла еще одного нового друга? Большая Софи Окрас просто как у Софиши Глаза голубые, хашки такие Просто собаки, собаки, собаки и еще собаки Мы просто с Юмичу идем вечером домой через парк Посмотрите, как он пострижен Ангелочек Она еще и малюточка такая, еще и крылья у нее на шлейке Это собака по имени Никита, Никита Хрущев Короче, ребята, только что мы встретили около зоомагазина собаку породы борзая Русская псовая борзая Причем владельцы ее явно иностранцы Жена японка и она говорит, что в Японии очень много русских псовых борзых Я ей сказала просто, что нигде в мире я не встречала русскую псовую борзую Вот так ты идешь просто по улице в Мехико и встречаешь вот эту породу Вы ее знаете по нашему каналу, вы много видели И просто Антека говорит, да не, у нас они в Японии очень популярны У нас их много, здесь действительно их поменьше Шок, его зовут Никита Хрущев Просто вообще А еще я заметила, кроме того, что в Мексике любят в принципе русскую культуру Тут даже есть русские мультики Маша и Медведь, вот, например Кажется, у меня какое-то время не работал звук и не записывался, к сожалению Простите за качество, если там все плохо Так вот, я хотела сказать, что столько всего интересного и кроме собак в Мехико Мистический рынок, а еще здесь есть остров кукол, на который я обязательно поеду Короче, если вам это интересно, ставьте лайк, как-то дайте знак Софиша вечером розовую косточку свою сменила на белочку Пока она ее грызет, такая играет сама с собой Киса Алиса лежит сверху на столе и с таким высокомерием и пренебрежением за всем этим наблюдает Ну вот почему кошки такие? Посмотрите на ее лицо, ну Как будто она реально смотрит на Софию и такая думает Ох, какие же эти собаки глупые Я подумала, раз уж у нас сегодня целый день вне дома То, пожалуй, и ужинать мы будем вне дома Но раз уж сегодня мы видео снимаем У нас праздник, и я Юмичу все-таки сделала сюрприз и купила мороженое с черникой Которое я хотела, чтобы увидели, как она попробует Я буду тоже ужинать сладостями Все, Юмичу нашла кавалера и бросила меня Вот так всегда с лучшими подружками, да? Традиционный мексиканский, испанский точнее, десерт называется чуррос Это чурерия, чурросная, в 1935 года Эльборро здесь готовит самые лучшие чуросы в Мехии Это настолько популярное чуросное, что здесь вот такая вот большая очередь Вот те самые мексиканские костюмы, про которые я говорила, продают собачьи Жесть заключается еще и в том, что сначала ты стоишь полчаса, чтобы заказать А потом еще полчаса, чтобы забрать Можно положить еще сахар, коричневый или белый Но я взяла без сахара, зато с шоколадом Это мороженое собачье, которое я купила в магазине для нее с ягодами Сейчас посмотрим, как оно выглядит Так, это лед Мороженое оказалось немножко перемороженным Юмичу, ты будешь есть мороженое? Юми ест мороженое с ягодками Прекрасно А я сейчас буду есть свой десерт Короче, мой заказ, я по-быстренькому 79 песо, это вот столько рублей Это два вот таких вот чуроса Что такое чурос? Чурос это испанский десерт, традиционный По сути наш простончик Только в нем меньше теста Юми это не собачья еда Ешь свое мороженое Он выглядит вот так Вот у нас он круглый Очень вкусный чурос Также традиционно его едят с шоколадом Еще его можно обсыпать сахаром Но я отказалась от сахара, потому что у меня еще и шоколад А также я взяла вот такой вот кофе с молоком А еще там продают просто молоко Наверное, чурос с молоком это вкусно Она ест мороженое Наверное, вот в эту адовую жару днем Когда очень жарко Классно мороженое такое Потому что оно охлаждает Да, покемон? Вкусненько тебе Ням-ням, да У нас будет каждый раз рубрика Не Animagic ест, как было раньше Жрет, опять ест, опять жрет А жиреем с Animagic где-нибудь И вот жиреем мы будем и убирать И просто будет жреем А потом мы точнее и и е убираем Будет жрем просто Патентую этот хэштег Это наш вечерний массаж А мороженки? Алиса на Софин насмотрелась И тоже решила поиграть Только намного позже То есть вот когда собака уже вечером Выдохлась за весь день игр, беготни И идет отдыхать У кошки жизнь только начинается Начинается вот эта вот вся суета Шуршание, копание, шум И если вот вы ложитесь рано спать Наверняка вы знаете, что ваша кошка Ночью только начинает тусить И многие люди жалуются, что кошка не дает спать по ночам Потому что она играет Ну вот наша Кизолиса как бы не сильно отличается От всех кошек в этом смысле А, уже ночь? Да, во, пора поиграть Обратно оказалось проще добраться На немножко другом транспорте Это типа метро, но не совсем метро Оно наружнее И прикол в том, что сюда нужно заходить Не как по билетикам, как мы ехали до этого А по карточке И только так И карточку нужно купить за 21 Так вот только что Девушка просто подарила мне эту карту Потому что увидела, что мы с Юмичу не можем зайти Это очень круто, что человек вот так вот просто помог Я тоже обязательно либо отдам кому-то эту карточку Либо тоже мне подвернет вселенная Даст случай какой-то помочь кому-нибудь В общем, делайте добро, ребята Мы с Покемоном в толпе Едем домой ночью Спят усталые игрушки, книжки Спят А вы ставьте лайки, пишите комментарии Подписывайтесь на канал Увидимся скоро в новых видео Спокойной ночи